Всем привет! Я рада снова приветствовать вас на информационном портале для разработчиков ITVDN. С вами опять Ксения Крементарь, и мы продолжаем изучать возможности языка программирования Python в рамках курса Python Practice. На прошлом уроке мы завершили первую часть проекта GoldenEye, а именно завершили написание его ядра. В результате на данный момент проект GoldenEye содержит в себе реализацию всех необходимых API для получения курсов валют и сторонних источников. И все это организовано в Python пэкедж под названием API, который может быть использован как некая библиотека по обновлению курсов валют. Также в нашем ядре содержится функционал по сохранению логов в базу и ряд других фич. Но по сути сейчас использовать возможности этого проекта в текущем его виде сможет, например, другой какой-то Python разработчик, который сможет запускать его в своем Python коде, либо человек все-таки знакомый с программированием, в том числе с языком Python. Задачи же проекта GoldenEye все-таки были несколько больше. Мы хотели написать проект, хотели и хотим до сих пор написать проект, который будет доступен для всех желающих через интернет, где каждый сможет получить пользу от нашего сервиса. Собственно, этим мы и займемся во второй части нашего курса. То есть сделаем полноценный веб-проект, который будет доступен любому через интернет. Вот такую глобальную цель мы себе ставим. Поэтому сегодня мы начнем с того, что вспомним, что же такое веб-разработка, что такое веб-сервис. Узнаем, что такое веб-фреймворки и зачем они нужны. Если для кого-то из вас это слово, словосочетание до сих пор является какой-то тайной непонятной, я надеюсь, сегодня эта тайна будет раскрыта. Также сегодня мы узнаем, какие же веб-фреймворки существуют в Python для создания проектов. Также узнаем, как создать простейшее веб-приложение с помощью веб-фреймворка Flask, конечно же, написанного на Python. А также напишем и запустим первое веб-приложение, так называемое Hello World, приложение на Flask. В принципе, для начала достаточно. Итак, начнем с того, что вспомним, что же такое веб-разработка и веб-сервис. Как мы уже говорили на первом уроке, веб-разработка – это процесс создания веб-сервисов или веб-приложений. Не намного стало понятнее, да? Что же такое веб-сервис, спросите вы? Есть ответы на этот вопрос. Веб-сервис – это специальная служба, доступная через интернет. И, собственно, знакомый нам всем веб-сайт или просто сайт – это частный случай веб-сервисов. Проект GoldenEye задумывался именно как веб-проект. То есть это должен быть некий сервис, доступный через интернет. Обязательно. Без этого проект GoldenEye нельзя считать выполнен. На нем можно будет обязательно посмотреть курсы валют, будут храниться в базе данных. Можно будет получить курсы валют через запрос API в XML или JSON формате. То есть наш проект GoldenEye будет также являться неким API для других клиентов. И также в проекте GoldenEye обязательно можно будет обновить курсы валют и сторонних источников с помощью, конечно же, нашего пакета API, написанного в первой части. Надеюсь, вы вспомнили, что же такое веб-разработка и веб-сервис. При создании любого веб-сервиса, в том числе и нашего веб-сервиса GoldenEye, разработчик столкнется с необходимостью реализации таких функций, как прием HTTP-запросов, формирование ответов, работа с куками, сессиями, роутинг урлов, аутентификация пользователей, а также других функций, которые свойственны, повторюсь, всем сервисам, независимо от бизнес-логики, то есть от целей, ради которых они создавались. Действительно, любой веб-сервис должен будет уметь принимать HTTP-запросы и формировать ответы, но это очевидно. И каждый разработчик, создавая веб-сервис, по идее, должен каждый раз реализовывать все эти функции. Ну и для упрощения разработки, чтобы для каждого веб-приложения не приходилось реализовывать весь этот функционал на таком техническом уровне, используются веб-фреймворки. Фреймворк – это набор библиотек, которые предоставляют общие шаблоны для построения надежных, масштабируемых и поддерживаемых веб-приложений. А разработчику остается только реализовать бизнес-логику этого самого веб-приложения, не углубляясь в технические детали, сугубо технические детали веб-взаимодействия. И несмотря на то, что использование веб-фреймворка не является обязательным условием для построения веб-приложений, и, конечно же, разработчик может прописать все эти технические функции веб-взаимодействия. Но на самом деле это происходит, конечно, очень редко. Чаще всего для разработки веб-приложений используются веб-фреймворки. Веб-фреймворки существуют во многих языках программирования, и Python, конечно же, не исключение. На данный момент существует огромное количество веб-фреймворков, написанных на Python. Их действительно очень много. Поэтому мы рассмотрим два наиболее популярных сейчас фреймворка. Это Django и Plask. Оба они позволяют создавать проекты различной сложности, от простейших сайтов до крупных веб-проектов со сложной логикой, расширенным функционалом. Но каждый из них реализован в разной концепции, в разной философии, так сказать. Рассмотрим подробнее. Django Framework. Написана так называемая философия Butters Included или All Included. Что имеется в виду? Что эта библиотека, этот фреймворк содержит весь необходимый функционал для построения приложения. От роутинга УРЛОВ до ОРМ-библиотеки доступа к базе данных, работа с сессиями. То есть достаточно установить только этот фреймворк, только эту библиотеку, и можно создавать полноценное приложение, больше ни о чем уже не заморачиваясь. Конечно, то, что одной установкой можно установить сразу весь фреймворк и больше не заморачиваться, является неоспоримым плюсом, но одновременно и минусом такого подхода. Например, если мы понимаем, что наши запросы к базе очень сложные, и при генерации этих запросов у ОРМ-библиотека запросы получаются очень неоптимальные, и что нам нужно изменить ОРМ-ку или вообще писать SQL-нативные запросы, то это может быть большой проблемой в Django, если вообще возможно. В противовес Django, в Flask реализован на философии, экстенсибилити или расширяемости. Что это значит? Это значит, что непосредственно библиотека Flask или фреймворк Flask включает только небольшое ядро с минимальным функционалом, но зато это ядро легко расширяемо. То есть существует огромное количество так называемых модулей или расширений для Flask, которые можно устанавливать и использовать по мере необходимости, если они нужны, или по мере усложнения функционала проекта, добавлять их и использовать. Для нашего проекта Flask, конечно, подходит идеально, то есть нам не нужно много веб-фич, нам достаточно будет ядра Flask для того, чтобы реализовать все то, что нам необходимо. Ну а продолжение урока смотрите по ссылке на экране или в описании к этому видео. Специально для вас мы подготовили приятный бонус. Воспользуйтесь промокодом, который видите на экране и получите скидку 15% на все курсы ITVDN.